Здравствуйте! Небольшое пояснение ко вчерашнему объявлению во вкладке сообщества. Вот этот канал вы все знаете, да? Вот. И вот здесь вчера в сообществе я дала объявление. Каналу отказано в монетизации. Но первый пост был на эмоциях. И канал закрою, и то, и сё. Дописывала, потом исправляла, в общем удалила. Когда немного эмоций поутихли. И к тому же бомбардировка администрации YouTube хоть какой-то принесла итог. Мне прислали ответ о том, что через 30 дней я смогу повторно попросить включить монетизацию. Ну, в общем, я это к чему? Вот этот канал вы мой знаете, да? Все. И здесь уже прописан спящий канал. Вот он. Внизу. Для того, чтобы это не выглядело голословно, а то есть у меня доброжелатели. Я не баню доброжелателей. Я просто комментарии вытираю теперь. Пусть здесь свою эту желчь изливают, чем вот на окружающих в реальности. Это все-таки интернет. С меня, как с гуся вода. У меня уже есть прививка на таких товарищей, которые нам совсем не товарищи. Итак, переходим, так сказать, в скрытую часть канала. То бишь, в творческую студию. И вот здесь, справа, видно, вам больше не доступна монетизация. Это ко мне вчера пришло объявление, когда я заливала статьи по Анатолию Шарию. Я подумала, что что-то не так здесь. А потом, когда я перешла вот сюда, я вот здесь увидела дискриминационные и оскорбительные высказывания. Дело в том, что этого, в принципе, не может быть на канале. По той простой причине, что я очень строгий цензор сама по себе. Ко всем вот таким вот выходкам. И второй нюанс. Не дается видео, которому вот такие претензии. Понимаете? Ссылочки нет. Просто вот дискриминационные и оскорбительные высказывания. И вот здесь должна быть ссылка на то видео, которое нужно исправить. Ссылка не дается. Отсюда я делаю вывод. Дискриминационных и оскорбительных высказываний не могло быть априори. Стало быть, это идет типа ДДОС-атаки, спам-атака. Под видео, скорее всего, Григория Игнатова по Шарите. Помните, там набежали не очень грамотные. Так вот, видимо, жмакали флажок. Ну и плюс вот это Доброжелатель, которая у меня тут околачивается на канале. Думаю, она там тоже отметилась. Ну, таких хватает. По сути дела, Доброжелателей в кавычках очень много. Так вот, с учетом того, что этого априори не может быть, дискриминации и оскорбительных высказываний, не в комментариях, не в видео, вы сами видите, какой у меня подбор контента идет. Я несколько писем услала в администрацию, и мне таки пришел ответ, что через 30 дней они рассмотрят мою заявку, канал не закрывают. И я решила, обидевшись, что канал я закрою сама. Хватит. Тем более, это никому не нужно. Почему никому не нужно, отвечаю. Я вижу статистику. Я вижу, сколько... Ну, я так грубую сейчас поставлю статистику, чтобы было видно всем. А то здесь, если в аналитику зайти, там столько графиков. Вот здесь видно. Просмотры. Видите, да? 8%. Время просмотров аж 10%. И вот здесь идут отписчики. Очень много. Под видео не все подписчики видны. А вот здесь все. Так вот, количество отписок, отписчиков превышает число подписчиков. Идет отрицательное сальдо. Поэтому я и говорю, что это, в принципе, никому и не нужно. Вот. Но потом я успокоилась. Эмоции поутихли. И я пошла на свой второй канал. И, так сказать, возродила его. По поводу вопроса, который вот здесь есть. Как такое может быть, что канал сущность потёрли, а осталась одна, как это, оболочка. Вот я вам сейчас и показываю. Вот этот второй канал, сейчас где-то тут вопрос в общем был. В общем, здесь где-то вопрос был. Вот этот второй канал назывался по-другому. Народная дипломатия он назывался. И значок здесь был другой. Когда я в июле, или когда у меня последний раз стычка была с ютубом по поводу видео, вот этого, что у меня предупреждение висит. Вот здесь. В общем, вот это вот. А, этимология новых украинских слов. Вот, 22 июля мне пригрозили уже не просто штрафными санкциями, а то, что могут и прикрыть канал. Поэтому я пошла по своей ссылочке на второй канал. И что я обнаруживаю, канал не существует. Вернее, оболочка доступна только мне. Ни подписчиков, ни видео, которые были залиты сюда, не существуют. Вот, я вообще в шоке была, как такое может быть. Я пишу в администрацию. Ответ меня просто убил. А вы докажите, что у вас были там подписчики и были там видео. Тогда мы вернем. Нормально, да? Докажи, что ты не верблюд. Как я буду доказывать? Я нашла свои видео, где под видео в инфобоксе была ссылочка вот на этот второй канал. В нескольких, ну не то, что в нескольких, а во многих. Делаю скриншот и отправляю. Это не доказательство. Спрашиваю, чем доказать. Ответа нет до сих пор. Я не знаю, как сейчас собирать информацию, чтобы если что, можно было доказать, что вот этот канал существовал. Ведь может и такое случиться, что мне этот канал вычистят. А потом докажите, что у вас здесь были подписчики и докажите, что здесь были видео. Как я это буду доказывать? Вот у меня вопрос к знающим людям. Может вы знаете, какие нужно собирать сейчас уже доказательства в архивчик, чтобы если что, можно было предъявить. И по поводу еще оболочки. У меня заморозили на Майл.ру облако. И несколько лет работы по дизайнерству в вязании канули в лету. Ответ тоже непрошибаемый. Мы же вам присылали предупреждение, что облако может быть заморожено. Вы не откликнулись. Интересно. А если у меня доступа не было? Я так и написала. Ничем не можем помочь. Всю информацию стерли. Вот так. Так что насчет того, что действует по одной методичке, я не удивлена. Но вот на Яндексе получилась та же самая у меня история. Почти та же самая. Я долго не заходила в почтовый ящик Яндекса. Я зашла, меня попросили просто идентифицировать себя. А вся моя информация там сохранена. Хотя я туда не заходила больше года. На Майл.ру я не заходила месяцев шесть. И вот мне там обнулили. Скорее всего, произошла та же самая тактика и вот с этим вторым каналом. Мне его обнулили. Оставили только оболочку, как и на Майл.ру сам почтовый ящик. На кой он мне нужен, если там нет той информации. Я его ради облака и открывала, в принципе, для того, чтобы как хранилище было. В общем, вот на Яндексе со мной более-менее лояльно обошлись. Меня попросили просто идентификацию подтвердить. Ну, в общем, вот что еще хочу сказать. Ссылочка вот на этот второй канал, на спящий, будет появляться в инфобоксе под видео. Но сразу говорю, сюда я грузить пока ничего не буду. Потому что это очень сложно бегать с аккаунта на аккаунт. Их одновременно два открытыми нельзя держать. Чтобы, вот допустим, я заливаю видео сюда и видео сюда. Не получится. Нужно зайти в этот аккаунт, сюда залить, отсюда перейти, выйти в этот аккаунт, зайти, сюда залить. А потом еще в Яндекс. У нас там еще Яндекс.Эфир теперь прицепом идет. Вы себе представляете, сколько времени будет уходить? Поэтому смысла я не вижу одни и те же видео плодить сюда и туда. Мне нужно продержаться 30 дней. Потом эти 30 дней я смогу через 30 дней подать заявку. Вот это окошко будет активировано. И они еще месяц будут рассматривать мою заявку. Если мне откажут в монетизации, тогда я сделаю опять видео объявление. И вот здесь напишу в сообщениях объявление о том, что переходим. Ссылочку оставлю. И вот на этом новом канале нужно будет набрать 1000 подписчиков, 4000 часов просмотров, чтобы рассмотрели заявку на монетизацию. Зачем я сейчас это видео снимаю? Чтобы предупредить. Если все это затянется и у меня не будет финансовой поддержки, быстро возобновлено, я канал скорее всего закрою и пойду чисто в реальность работу искать. У меня нет заработка, у меня нет работы. Все время я посвящала, как бы сказать, вот этой деятельности, если можно так назвать, журналистской подбором контента. Я не чтец, я такой и так всяк озвучивателей. Да, предложение о том, что нужно создать еще один канал, который будет не политическим и к которому не будет претензий по монетизации, но тогда этот канал займет вообще все мое время. И вот сюда уже ничего не останется, мне этим уже не будет времени заниматься. Как-то вот я описываю сейчас все, чтобы вы поняли все мои метания, все мои шатания, все мои нервозности по этому вопросу. Почему для меня так важна эта монетизация? Именно потому, что кушать хочется хотя бы раз в день. Ну и интернет оплачивать. Да, все остальное тоже. Так, с этим вроде все. Так что канал я разбудила. Заходите сюда, буду стараться раз в месяц, чтобы его не усыпили насмерть. Вот пять подписчиков нас тут уже есть. Это все, кто успел прочитать в сообщениях. Вот здесь ссылочку поймал. Да, я подписчику ссылочку тут скинула. Ну и вот в описаниях, в инфобоксах под видео теперь будет всегда ссылочка. Сейчас найдем. Я исправила. Так, перейти в сообщество. Да. Как оно отображается? Вот здесь о канале. Вот я уже все внесла исправление. Вот он спящий YouTube канал. Ну и теперь под всеми видео, которые я заливаю, также в инфобоксе, вот эта вся заставочка. Ой. Да что ж ты такое? Вот эта вся заставочка будет. У меня нет кнопки донат. У меня есть только вот сбербанковские карты и кивешник. А, еще PayPal вот есть. Новый. Вот эта карта всем доступная. Открыл мне ее хороший человек. Я вам уже объявляла это. А кнопки донатов у меня нет. Потому что там тоже процент надо отстегивать за вывод, за перевод и так далее. Ну, в общем вот. А, знаете что интересно? Я сегодня ночью так обрадовалась. Меня тут дымка разбудила среди ночи. Пскакал по мне котеночек наш. И я так включила. Уснуть не могла. Я смотрю. А в мобильном приложении монетизация работает. Там идет, как сказать, набор финансовый. Я так обрадовалась. Даже уснула спокойно. Утром просыпаюсь. Запускаю компьютер. Захожу. Фиг вам называется. Ну, в общем вот. Все вам рассказала. Все поделилась. Это не жалобы. Это не нытье. Я рассказываю о том, что происходит с каналом. Может быть это кому-то пригодится, чтобы не наступать на эти же самые грабли. Хотя, если вы будете топить за русский мир, и даже не так, за адекватное восприятие действительности и адекватную подачу материала, даю гарантию, монетизации вам не видать как собственных ушей. И канал будет всегда висеть под угрозой закрытия. Так что, выбор делать вам. Всем спасибо. Всем пока.